Всем привет из Киева, столицы Украины, привет из Крещатика, привет из фан-зоны Евровидео 2017. И между прочим, сегодня 14 мая 2017 года, 14 травня по украинскую мову, и уже приходит последний день сегодня Евровидения. Кстати говоря, уже известен выигравший португалец, с таким красивым именем, Сальвадор, можно сказать почти Сальвадор-Дали. А я вот здесь вот проходил мимо интересных таких домиков, в которых продаются разные вкусности, водичка, вот как здесь написано, кофе, вафли и вино, которое оказывается вот здесь продает кафе под названием интересным, Любовь-Морковь. Оказывается, у нас такое есть интересное кафе на улице Сайгайдачного, 23-8, это около площади почтовой, если от почтовой вы идете к самому Гетьману Сайгайдачному по улице, то с левой стороны, там недалеко сразу 50-100 метров. И, кстати говоря, что я здесь остановился не так-то просто, потому что я биолог, а я обратил внимание, что тут красивые сувениры, видите, любой морковь-то это кафе, а кафе предлагает не только водичку и вкусные здесь пирожки, вот видите, Евровидение, которое кушали здесь посетители Евровидения. Ой, вкусно пахнут. А Любовь-Морковь предлагает вот здесь еще, оказывается, медок. Ну и медок. Ну, к этому делу откуда медок берется? Я принес с собой вот такую красивую коробочку, как вы подумаете, это не коробочка, это медовая сота. Да-да, вот сюда пчелки-то собирают медок. Правильно, видите, это соты восковые, вот такая рамочка называется, пчелорамочка. Между прочим, она из пасеки Василия Яковлевича Приятеленко, в которой сюжеты вы у меня часто видите, она с такой необычной металлической пламочкой. И у него улики очень такие специфические, которые хорошо зимуют и хорошо мед дают. Да, а вот тут как раз вот мед вот запечатался, я его пластиком покрыл. А вот чтобы его достать, такую вот рамочку, вот с другой стороны тоже медок, пчелки-то собирают медок в соты, а потом запечатывают крышечкой. А потом, когда пчеловод в конце сезона или в середине лета должен мед дозабрать, он ножичком открывает вот эти крышечки, ставит такую рамочку в медогонку и начинает вот так эта рамочка крутиться. Из вот этих сот, вот из этих ячейчек мед выпрыскивается и собирается, а вот здесь-то и мед, который тоже продается в кафе. Любовь, морковь. Оказывается, он такой очень красивый и интересный. Я на него сразу обратил внимание. Он с пасеки Медовы, браты. Я уже с этими ребятами, с этими братами уже общался по e-mail. Это, оказывается, трое братов Кушнир, которые живут в Николаевской области и собирают вот такой интересный экологически чистый мед и поставляют в экклюзивные места. Они молодцы, такие творческие ребята и такие креативные. Вот у них и мед разный, например, гречанок, кориандровый, а вот этот медовый мед, не, медовые враты, а мед гайдамакий. Мед гайдамакий с перцем, с красным перцем, наверное, это немножко жгет. Говорят, что это гурт гайдамакий их так вадушевил. А что тут еще есть? А вот еще есть сонечниковый разнотравный дикого степу, потому что Николаевская область, это же юг Украины. Там степь разнотравья, чистая. И ребята обещают, что у них мед чистый экологически. И они специально его поставляют в хорошие кафе, в рестораны, вот в рестораны, то есть не в рестораны, а вот как в кафе, а в любовь морковь поставляют. И он действительно тушистый, вкусный и без всяких применений химии и без всякой размешивания. Настоящий украинский мед, вкусный. Тут вот он запечатанный, чтобы фирма марку держала. И у них упаковочка очень аккуратная, маленькая, крупная, большая. Цену я не указываю, но у них есть сайт даже специально свой. Очень творческий, можете зайти на сайт и посмотреть. А кроме всего прочего, раз если вы в Киеве, не забывайте, что рядом с почтовой площадью есть любовь морковь. Будет желание, конечно же не забывайте, что любовь морковь не только на Евровидении тусуется, но еще приглашает вас посетить на Подоле, там всегда очень уютно, красиво есть где погулять, а потом отдохнуть в кафе Любовь морковь. Так что спасибо за просмотр. Кушайте мед, покупайте его вот так в таких вот красивых сотах, как у Василия Яковлевича Приятеленко. Или вот как в баночках таких медовых братов Кушнир из Николаевской области. Заходите на наши сайты, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте, любовь морковь тоже вас ждет. Приезжайте в Киев, не только на Евровидении, но и так потусоваться, погулять по Крещатику, по Майдану, порадоваться жизни. В Киеве все нормально, все красиво. Пока-пока, подписывайтесь на канал.